Приветствую вас, дорогие друзья! Меня зовут Криптофротман. Очень надеюсь, что у вас и у ваших близких все хорошо, потому что нелегкие времена. Ну а мы поговорим давайте про биткоин. Я не буду задерживать вас сегодня, у вас действительно мало времени, поэтому я постараюсь лаконично и достаточно быстро, чтобы не отнимать вас много времени. Обратите внимание, дорогие друзья, что произошло? Сверху вы видите горизонтальную линию, это наша дневка на дневном таймфрейме, наша линия сопротивления, которая просто идеальнейше отрабатывала. Снизу мы имеем с вами нижний дневной таймфрейм, нижняя зона поддержки, идеальная зона поддержки. Что же с ней произошло? После того, как здесь было пробитие, совершился ретест и после успешного ретеста пошли вверх. Здесь встретили сопротивление и отправились уже вниз. Сейчас я вам покажу буквально под микроскопом, что произошло. Обратите, пожалуйста, внимание. Вы видите, что сейчас мы с вами достаточно мощной бодрой свечой, огроменной, опустились вниз. Сейчас абсолютно неуверенные свечи, свечи почета поднимаются вверх. И они неуверенные свечи, не геглые, дошли до данной линии сопротивления. То есть происходит в данный момент на ваших глазах ретест, друзья. Именно ретест пробитого уровня. Ретест пробитого уровня. В случае того, если данный ретест окажется успешным, мы с вами направимся вниз. Соответственно, если ретест окажется неуспешным, получится, как и в прошлый раз. Движение будет направлено к верхам. Но я напомню, что буквально даже месяца два назад мы с вами уже формировали и строили цели. Наши цели были 36 тысяч за биткоин, 33 тысячи, 30 тысяч за биткоин, 27 и 25. 25 тысяч за биткоин это йома 50 на месячном таймфрейме. Соответственно, это та цель, пока что минимальная, на которую я смотрю и возможно рассчитываю. Поэтому в любом случае уже сам доход, дорогие друзья, обратите внимание, до 34 300 говорит о том, что по сути дела мы практически приблизились к этой цели 33 тысячи. Не так давно я показывал на моем канале в плейлисте по скальпингу есть такое видео, как торговая стратегия на скользящих йома. Посмотрите обязательно, ссылка будет в описании и в комментариях. Пожалуйста, обратите внимание, что сейчас происходит. 20-я скользящая экспоненциальная йома стремится вниз, к пересечению снизу вверх 50-й скользящей. И это на недельном таймфрейме, друзья, недельном таймфрейме. Что происходит при пересечении 20-й 50-й? Ровно то же самое, что и при пересечении 50-й 200-й. Если 50-я пересекает 200-й йома, это называется смертельным пересечением, крест смерти. Чего нам с вами ждать при условии, если все-таки 20-я экспоненциальная пересекает снизу вверх 50-ю скользящую. Вот что, друзья. Посмотрите, пожалуйста, что происходило на дневном таймфрейме. Мы, напомню, 50-й пересекли 200-ю снизу вверх. То есть, совершили смертельное пересечение. Крест смерти у нас есть. И мы идем вниз, медвежий рынок. А что было, когда 20-я пересекла 50-я снизу вверх? Это было вот здесь. Здесь, соответственно, мы с вами двигались вниз с пробитием 200-ки, после чего был отскок. Поэтому очень внимательно. То есть, на дневке вы видите подобную ситуацию. Какой бы вы таймфрейм ни открыли, вы всегда увидите такую ситуацию. То есть, когда 20-я пересекает снизу вверх 50-ю скользящую, происходит движение вниз. Это предвестник того, что и 50-я вскоре пересечет 200-ку. Так вот, на недельном таймфрейме у нас практически произошло или скоро произойдет пересечение 20-й снизу вверх 50-ки. И это говорит только об одном, что медвежий рынок набирает обороты. Не дайте себя обмануть. Поэтому очень внимательно смотрите своими глазами, перепроверяйте информацию и вникайте. Друзья, сейчас хочу предложить вам две самые лучшие биржи. Это Bybit и Femix. Регистрируйтесь от меня по данным ссылкам и получите бонусы, а также возможность участвовать от меня в различных денежных акциях. Потому что мы с вами умны и мы знаем, что произошло на месячном таймфрейме. Магди совершил крест смерти. А это значит, что он сейчас входит в самую ужасную фазу месячного таймфрейма. Это движение вниз. Конечно, я уже вам говорил, что никто не исключает вот такого локального движения, подъема вверх. После чего все равно неумолимо мы с вами двинемся вниз. Поэтому, дорогие друзья, будьте очень осторожны. Очень осторожны. На этом призываю вас подписаться на канал, обязательно поставить лайк и написать свой комментарий, а также вступить в мои социальные сети. Здоровья всем, дорогие друзья, и удачи. До свидания.